И всем привет, ребят, с Минстр Байкисю записываю новый ролик. Сегодня мы, ребятчики, наконец-таки добрались до долгожданной аналитики Винтера Мажора. Спустя 40 тысяч лет я все-таки собрался с мыслями, чтобы записать этот видос, обсудить команды, обсудить вообще сетку, которая у нас уже есть, потому что первая стадия мажора претендентов уже закончилась, и буквально через несколько дней, может чуть больше, у нас стартует уже следующая стадия мажора. Ну а сегодня я дам свои предикты, проанализируем эту стадию, которая уже была сыграна, следующую стадию, ну и дам свои мысли по поводу плей-оффчика. Как я его вижу, возможно, еще какой-то видос будет связанный с этим мажором, если вам это зайдет, если вам вообще нравится подобного рода видосы, то обязательно проявляйте максимальную активность, этот видос выйдет у нас на втором канале, скорее всего, не знаю пока что, но, наверное, туда я его грузану. Поэтому проявляйте максимальную активность, поддержите видоса лайком, если вы его ждали, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игры в аккаунточке установите ему личный такток темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо нашего мажорчика и сетки в целом, то у нас уже был сыгран этап претендентов, из которого вышло у нас 8 команд, такие команды как Фрэнди, Трипсайд, Севен Старс, Трэблмейкерс, Андерволлит, Ной Моушенс, Антисистем, Эммеральдс. Не вышли у нас Эйс оф Хёрс, 3-2-2 Фэнтези, Ботаник Бэнд, Доминонс, Рубис, Трикс и Флэш. В принципе, наверное, практически по всем командам закономерно, что именно они вышли с таким счетом, за исключением, наверное, Андерволлитов, которые должны были выходить 3-0, но сыграли 3-2-2, как я считаю. То есть там специально заруиненный был матч с двумя техническими поражениями по чекеру, я в эти сказки особо сильно не верю, я могу предположить, что там один раунд реально по чекеру слить, но никак не третий раунд, при том, что там игрок с чекером отлетел тот, который играл все раунды. То есть это специально намеренный слив, который, ну, наверное, просто не хотели ребята выходить на более сильного противника в первой игре, ну, либо же специально заруинили, потому что я на этот матч делал свою определенную ставочку, да, спорил там, ну, и команда по итогу просто заруинила и слила. Ну, ладно, не в этом суть, в принципе, пофиг вообще, это их право, что они хотят, то и делают. Френзи Трипсайт, молодцы, да, эти две команды показывают хорошую игру на протяжении последних нескольких турниров, да, Френзи там были в разброске, да, по игрокам обратно на мажор собрались вместе своим стаком, ну, и по ощущениям на топ-8 железобетон должны залетать. Трипсайт, относительно новая команда, молодая, заряженная, да, с назарулей, со снайпом, выглядит тоже очень неплохо, я думаю, что у команды есть все шансы залететь тоже в плей-оффчик мажорчика в топ-8 вкусненько и подраздать там грязючки. Дальше, Севен Старсы, тоже очень хороший вкусный стак, который тоже усилился, который тоже имеет все шансы на врыв в топ-8 и будет пытаться и бороться заходить туда, но будет условно там делить несколько слотов, то есть там на 3-2 при удачных раскладах, я думаю, что эта команда тоже может залететь. Трэбл Мейкерс это та команда, которая для меня, если честно, оказалась, ну, такой немножечко сенсацией, я бы, наверное, сказал, я не ожидал увидеть этот состав на 3-1, да, они выиграли антисистем, они выиграли 3-2-2, проиграли Фрэнди только в один раунд, да, то есть здесь тоже довольно близкая игра оказалась, то есть команда себя реально очень круто показала, я удивился этому, да, и будет очень интересно посмотреть за этой командой в следующей стадии, при том, что мы, Team Junior, играем первую игру против этой команды, вчера я также посмотрел, как они играют в целом, да, мы сыграли с ними ТКВшечку, но, в принципе, ничего такого удивительного я там не увидел, но в целом, наверное, закономерно, что эта команда выходит в следующую стадию. Дальше, Underwallet, команда, которая может вообще спокойно за топ-4 бороться с таким составом, да, очень крутой стак, очень хороший подбор игроков, поэтому я думаю, что у этой команды есть все шансы бороться за самые топовые места в этом мажоре, но Emotions тоже крутой стак, но как-то их потрепало, они даже против 3-2-2 как-то очень плоховато сыграли Овку, хотя на ТКВ показывали, ребята, хорошие результаты. Ну и что они здесь, с Эвент Старсом они проиграли, они с Эвент Старсом проиграли, но Emotions выиграли, Эмеральдс выиграли близко, ну и выиграли 3-2-2 супер близко, да, то есть за выход у них игра была очень близко, и 3-2-2 по итогу оказались с Лаки Семерочкой и не вышли в следующую стадию. То есть у этой команды тоже есть отличная возможность, условно, там на 3-2 бороться за выход в следующую стадию. Дальше антисистем, ну здесь тоже очень хорошее усиление старых игроков Пипеги, не знаю, как они будут себя показывать, но они слили, короче, условно, Трабермейкерсом, который на ТКВ, мне кажется, себя особо сильно не показали, поэтому я, если честно, удивился этому моменту, хотя стак здесь хороший, ну и условно тоже за 3-2 эта команда может бороться и стараться выходить в следующую стадию. Ну и Эмиральдс тоже супер близко вышли, тоже могут бороться, то есть здесь, по сути, вот много команд, которые плюс-минус равно играют по скиллу, да, то есть что вот антисистем, что Эмиральдс, что No Emotions, что Трабермейкерс, да, то есть вот эти все команды я, 7 Stars, да, то есть все эти команды я могу поставить плюс-минус в один ряд, да, то есть вот эти вот 5 команд, и у всех этих команд есть шанс на проход в следующую стадию, и все будет зависеть от сетки, от того, на кого они попадут. То есть если эти все команды попадают, ну вот, начинаем отсюда, да, 7 Stars, Трабермейкерс, No Emotions, Антисистем и Эмиральдс, если все эти команды попадают на условно там Underwallet, TripSight, да, то Friendly, то условно все они будут проигрывать им 100%, да, что Underwallet будет сильнее всех этих команд, что TripSight будет сильнее всех этих команд, что Friendly будет сильнее всех этих команд, да, но вы знаете, что сетка может повернуться по-разному, да, и условно там Underwallet могут играть против Friendly, там Underwallet могут играть против TeamP, могут играть против Diamonds там за выход, да, и поэтому здесь сетка как повернется, так оно все и будет, потому что здесь как бы не групповая стадия, а стадия именно швейцарки, поэтому здесь есть доля везения, есть доля невезения, но у всех этих команд есть шансы на выход, да. Что касаемо команд, которые не вышли, да, Ace of Hearts не вышли у нас, здесь у нас по команде, что Формс, Кутеровер, Камикадзе, Ермаков, Парис, вот этого не знаю, кто такой, Дротаверины, не знаю, но в принципе игроки неплохие, да, то есть они не вышли, они Лаки Семерочку свою залутали, и на этом их путь на этом мажоре закончился, ну, здесь просто не повезло, немножечко с противниками свои игры не забрали. 3-2-2 тоже, вот эта команда для меня вообще открытие, потому что я, честно говоря, до этого мажора вообще не думал, что эта команда может бороться тут за выходы, но по итогу они за предыдущий РМР показали, что они реально в порядке, и они могут бороться на мажоре даже за следующий этап. По итогу в супер плотной борьбе они проиграли последнюю игру Эмиральца, да, то есть они проиграли 3-2 в их шестом раунде, то есть в целом показали очень хороший результат в рамках этого мажора, но, к сожалению, вылетели. Фэнтези с Лобанч Попским улетели антисистемом, там, наверное, шансов было мало, ну, хотя раунд они там забрали, но все равно, я думаю, что шансов было не так много, поэтому Лобанович опять лутает свою вкусненькую Лаки Семерочку. Третий раз подряд Ботаник Бэнд там дальше уже, наверное, особо и говорить нечего, то есть там все закономерно. Что касаемо этапа Легенд, да, у нас сюда попадает 8 команд с рейтинга, да, то есть это команды Даймондс, Тимпед, Девенс, Тимпед Джуниор. Да, Тимпед Джуниор каким-то образом на четвертом месте, сыграв 1 РМР, грубо говоря, ну и 1 там полусыграв. РТБ, Баттл Аксесс, Аврора, да, то есть вот эти 8 команд, а не, еще пар, да, получается вот еще пар, да, получается вот еще эти команды. То есть все эти команды попадают сразу на 8 команд, которые вышли, они попадают на вот эту восьмерку. И работает первая стадия следующим образом, то есть Даймондс играют против Фрэнзи, Тимпед играют против Трипсайд, Девенс играют против Севен Старс, Тимпед Джуниор играют против Трабл Мейкеров, РТБ играют против Андер Волит, но Эмошенс против Баттл Аксесс, Антисистем играют против Авроры и Эмиральдс играют против Парт. В целом, наверное, там довольно, ну, халявная сетка для некоторых команд, например, для моей команды Тимпед Джуниор, я бы сказал, что Трабл Мейкерс это один из самых удобных, наверное, соперников из всех, которые здесь есть на первую игру. Ну и дальше, после первой стадии, там уже будет следующий посев, следующая подборка, да. По первым играм, что я могу сказать? Фрэнзи Даймондс, наверное, будет интересно, но Даймондс сейчас в супер нереальной зоне, поэтому я думаю, что тут, наверное, они должны Фрэнзи просто урабатывать, но будет интересно посмотреть. Вообще, в следующей стадии, те игры, которые я бы хотел увидеть, да, я бы хотел увидеть Даймондс Тимпед, потому что на протяжении уже скольки сезонов на стадиях легенд мы не видим вот эту вот главную вкуснейшую зарубу, мы ее видим только в гранд-финале. Хотелось бы, чтобы мы эту зарубочку увидели уже в этапе легенд, поэтому это та игра, которую я лично буду очень сильно ждать, и надеюсь, что они первые свои игры выиграют, а дальше сыграют между собой. Для Тимпед Джуниор надеюсь на какую-то фрисеточку с халявой, да, то есть единственное, что может дать возможность на какие-то шансы и проходку в следующую стадию, это халявная сетка с средними противниками, да, то есть которые я говорил, да, Эмиральдс, там, Антисистем, Траблмейкерс, Севен Старс, Нуэмоушенс, да, то есть тут условно еще есть кто тут пард, Аврора, РТБ, да, то есть вот эти вот команды, с которыми Тимпед Джуниор в принципе могут бороться. С Батал Аксесс, с Девиант, с Тимпед, с Даймонд, с Андерволедами, Фрэнди, Трипсайт, ну, здесь шансов, я думаю, что ноль, да, то есть около нуля шансов. Там, я думаю, что нас просто закатают в салатницу, поэтому здесь только надежда на какую-то лаки-сетку-проходку, ну и на борьбу, да, то есть с этими командами там уже надо просто бороться. Получится? Получится. Не получится? Ну, значит, не получится. Значит, как говорится, не достойно такого уровня. Ну и по предиктам, да, те команды, которые должны выйти в следующую стадию. Очевидно, Даймондс, Тимпе, Девиантс, Батал Аксесс. Вот здесь из топ-8 по рейтингу, которые вышли, вот эти 4 команды, Железо, Бетон, должны проходить дальше. Но бывают всякие разные случаи с подсеточками, и могут произойти какие-то курьезные моменты. Надеюсь, конечно, их не будет, потому что все эти 4 команды достойно проходить дальше. Поэтому посмотрим, да. Эти 4 команды я ставлю на следующую проходку. Здесь из этих 8 команд, которые у нас остаются, на проходку достойны, как по мне, Underwallet, Frenzy, TripSight. То есть здесь у нас получаются вот эти 3 команды, там получаются 4 команды. Ну и последний слот, если так уж пойдет, поделят между собой вот эти вот все команды, которые есть с, ну как по мне, средним уровнем игры, да. Seven Stars, Troublemakers, No Emotions, Antisystems, Emeralds, RTB, Aurora, Part, Тимпе, Джуниор. Да, то есть вот это уже останется на последний слот. Кто, кому может быть больше повезет с подгруппой, кто может быть лучше себя покажет, тот и залутает тот самый заветный последний слотик. А вот эти команды, ну, как по мне, железо-бетон должны выходить, но, но, бывают сюрпризики, появляются, и бывают какие-то непредсказуемые вещи происходят, когда у нас сетка поворачивается каким-то другим образом, да, там, например, девианцы начинают попадать на Тимпе, потом попадают на каких-нибудь Underwallet там, да, и по итогу у нас просто может какая-нибудь сильная команда выпасть на этапе уже легенд, да, то есть просто они там будут играть за вылет, да, условно они попадутся там на 2-2, на 1-2, да, попадутся, и кому-то из этих команд придется покинуть турнир. Поэтому здесь швейцарка работает вот таким вот образом. Понятное дело, что если бы у нас была бы групповая стадия между всеми этими командами, и каждый бы играл бы с каждым, то очевидно, что эти 7 команд были бы выше всех других команд. Это нот, трем, ну, наверное, 100%. Да, потому что здесь по уровню игры эти команды превосходят другие команды. В целом, наверное, как-то так. Четко по составам каждой команды проходить, наверное, особо сильно не будем. Ну, давайте, наверное, посмотрим хотя бы. Просто посмотрим, да, что у нас здесь поменялось. Возможно, кто-то чего-то не знает. То есть у Diamonds у нас пришел Force, пришел New, да, он же Self. Они кикнули Крисну, прямо кикнули, да. То есть это кик, которым, ну, наверное, я не особо сильно согласен. Но это как бы решение Даймонса там, в принципе, такие мувы, это нормальная вещь. Плюс кик Хики. Не знаю, Хики сам тоже там ливнул или его тоже кикнули. Но Крисныча знают, что точно кикнули просто с команды. Поэтому тут произошли такие изменения. Да, состав суперсильный. На топ-1 работочку может делать спокойно. Тим П. Пришел Алешечка педальный, да. И пришел Холли с Даймонсов. Составчик повкуснее стал. Шансы бороться есть, да. То есть все зависит от подхода, как ребята будут готовиться. Я очень сильно верю в этот состав. Именно в этот состав. Считаю, что если Алеша будет играть на Викинге, то у этого состава есть шанс забрать топ-1. Как никогда. Потому что Алеша суперсильный. Ну и здесь и Холли есть, и в прайме Глебыч с Васей. И Мазан, если форму наберет, то это будет просто супер жесткая комба в целом. Да, время у них есть. Поэтому ребята должны просто работать. Дальше, что у нас? Девенс. Очень крутой состав. Здесь в Руксе, если будет играть, то вообще будет бомба. Но, как мне подсказывает, чуечка моя в Рукс опять не будет играть. Да, и по сути здесь будет просто хороший стакк друзей. Да. То есть это все такие довольно дружелюбные ребятки. Джонус, Оркестр, Стасон, Шейм. Да, кто не знает, этот игрок когда-то играл в Тимпе. И играл в сетапах в том самом победном сезоне. То есть когда только Тимпе заново зарождались, опять возвращались. Этот игрок играл с нами. И очень крутой игрок. Он вообще серебро выигрывал. Да, поэтому это вообще кореш конкретный. Ну и вообще приятный тип. Орех, вернее, аккаунт. Ну и Егорчик. Ебориус. Таксист в очках. Он же, да. Тоже нормальный Кент. Поэтому здесь такая дружелюбная атмосферка должна работать. Насчет Фрукса, не знаю, там вопросы. Будет он вообще играть, не будет он играть. Если будет играть, то понятное дело, что он усилит еще команду сверху. Но что-то мне подсказывает, там клуб какой-нибудь, там что-то возьмет вверх. Либо там с Фэмили надо будет время провести. Поэтому не знаю. Мне кажется, он опять не будет играть. Так, дальше. Что у нас дальше? Дальше, дальше, дальше. Дальше у нас Тимпе Джуниор. Ну здесь, в принципе, говорить, наверное, особо нечего. Мы трансферы никакие не делали. У нас как стак был, так и остался. Поэтому РМР очков так много. По сути, у всех ребят это будут первые краски. Ни у кого в этом новом формате, я так понимаю, красок еще не было. Поэтому работаем. Много чего не получается сейчас, да, после хорошего третьего РМР. Поэтому посмотрим, как пойдет турнирчик. Да, ТКВ, как говорится, не показатель. Поэтому посмотрим. Надеемся на лучшее. Ну а там как будет, так будет. В принципе, будем цепляться. Будем стараться, будем цепляться. А там как пойдет, так пойдет. РТБ. Ну, наверное, команда, которая может удивить. Да, потому что здесь есть игроки с лаванды, со старой. Которые в прошлом мажоре зашли в топ-8. Поэтому будет тоже потеть бороться. Но, условно, стак не суперсильный. Да, то есть на бумаге этот стак не выглядит сильно. Хотя по ТКВ ребята показывают себя очень круто. Баталаксис. Здесь уже прям такое немножечко возвращение. Сотника, Бодяна, Криснич, Шип. Да, то есть четыре игрока старого Баталаксиса. Которые забирали третье место предыдущего мажора. Они опять подсобрались вместе. Вместе с уже новыми AESL-ом, сластенком Фолсом. Да, Фолс, не знаю, был, не был. Что-то посмотрим, что у него тут. Звезда. А, не, не было его, короче, получается, в топ-3. Ну и ребятки тоже будут потеть за призовые. Ну, я думаю, что если у них все получится, то условно на опять на бронзовую они могут врывалову сделать. Да, с андерволледами бороться, например, тоже смогут. Плюс у Криснича теперь суперопыт есть, поиграв в даймондсах. Ну и ребята, я думаю, что должны... А, у Шипа тоже, да, Шип тоже там в даймондсах немножечко посидел. Поэтому ребята должны быть сейчас на другом уровне. Аврора. Аврора, ну, в принципе, по ТКВ выглядит неплохо. Да, тоже будет пытаться бороться за топ-8. Здесь у нас Эдик пришел. Ну, Эдик, наверное, играть не будет особо. Но, как по мне, вообще на бумаге, на бумаге состав стал слабее, чем в предыдущем сезоне. А на карте, вроде как, наоборот, играть ребята стали лучше. Да, поэтому для меня это немножечко удивление. То есть на бумаге кажется, что они стали слабее. А на деле они показывают хорошие результаты. Посмотрим, конечно, какие результаты они покажут в рамках мажора. Да. Все-таки ТКВ это одно, официалки это другое. Может быть, там на официалках у ребят ручки-трясучки будут. И не будет ничего получаться. Но на ТКВ ребята показывают себя очень и очень неплохо. Ну и ПАРТ это, ну, наверное, команда, которая просто чисто по вкусненькому хочет залутать себе Гладик. Ну, может быть, даже попытаются побореться за проходочку дальше. Но особо сильно я, честно, никого здесь не знаю. Поэтому говорить сложно. Да, но если ребята по очкам зашли в топ-8, то Гладик для них это уже тоже хороший показатель. Что касаемо команд, которые вышли у нас в топ-8, здесь можно тоже, наверное, немножко пробежаться. По Фрэнзе я уже сказал, что это как бы возвращение всего старого состава. Да, и здесь, по сути, практически все игроки, которые забрали тот топ-8, за исключением Диксича. Да, посмотрим заодно, работает ли проклятие Диксича или не работает. Да, с Диксичем команда не выигрывала. Может быть, без Диксича пойдет что-то, да. Ну, как не выигрывала? Все равно топ-4, я считаю, что это хороший результат. Но Диксич говорил, что он топ-3 никак не мог выиграть. Поэтому посмотрим, Фрэнзе без него сумеют топ-3 забрать или не сумеют. На заруле со своими трипсайдами тоже ворвал по-вкусненькому. Здесь для меня вообще снайп является вот таким ключевым звеном в этой команде. Ну и выглядит неплохо команда, да. То есть топ-8 врывалово должна работать. Севен Старс и там, в принципе, наверное, я уже все говорил. Да, здесь у нас пришел Лост Мейн, пришел ФФФ. То есть стак хороший. Да, то есть здесь уже все будет зависеть от того, как они покажут себя на официалке. Траблмейкерс я говорил. Удивление. Андерволлит. Суперстак на топ-4. На врывалово. Ну, Траблмейкерс можем тоже открыть. Это вообще команда старая, которая еще на первом мажоре играла. Да, потом они распались. Там как-то начали там по разным командам играть. И сейчас обратно собрались. Практически всем старым составом своим. И тоже показывают хорошие результаты. Но Эмоушн здесь браво пришел. Да, со своими корешками, братишками. С Буслимом Бентличем. Тут еще Нубест подлетел к ним. То есть тоже стак такой прикольненький. Прикольненький. Вкусненький. Под топ-8. Ребяточки могут залететь. Хотя их что-то пошатало так сильно на этапе претендентов. Я думал, что они попроще пройдут дальше. Но по итогу их так нормально поколбасило. Антисистем это стачок пепешки. Да, старый. Плюс два игрока, которые были в антисистеме. Плюс здесь Гагарек залетел. Руха, я не помню, был, не был. Но в любом случае тоже неплохая движуха. Ну и эмиральцы, которые в принципе состав не поменяли. Да, то есть у них такой состав и был. Плюс-минус здесь ничего не поменялось. Здесь, как говорится, изи соло. Тоже наваливать контента должен. Эта команда мне вообще нравится тем, что они сохраняют состав. Ну и здесь я думаю, что тоже ребяточки будут показывать хорошие результаты в рамках следующей стадии. Все будет зависеть от сетки, от везения для большого количества команд, которые играют плюс-минус на одном уровне. Как-то так. Наверное, все, что я хотел, сказал. Желаю всем командам успехов в следующей стадии. И надеюсь увидеть Тимпе Даймондс в этапе Легенд. Это, наверное, одна из немногих игр, которую я хотел бы очень сильно посмотреть. Ну и надеюсь на фри-сетку для Тимпе Джуниор. Да, если халява второй раз прокнет, второй турнир подряд. Но это будет просто лаки. И я скажу, что у меня суперсильная команда джуниоров. Да. Поэтому как-то так. Поэтому надеемся. И будем смотреть уже по ходу за турниром. Если этот видос зайдет, вам понравится, да, вы проявите максимальную активность на него, то, быть может, я еще после следующей стадии запишу какую-то аналитику и выскажу все, что я думаю там по плей-оффу. По тому, кто как, куда, чего выйдет. Потому что там уже будет сетка видна. И там можно будет что-нибудь еще дополнительное высказать. Поэтому делитесь своими мыслями, согласны с моей там точкой зрения и согласны. Может, я тут какой-то дичь набазарил. Вы там суперэксперт, диванный аналитик, знаете лучше, кто как выйдет. Там можете написать, за какую команду болеете, кто потянет, кто не потянет. Но у меня на этом все. Поэтому проявляйте максимальную активность. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.